Мы продолжаем рассказывать вам про новости индустрии. В этот раз в центре внимания биф между Содой Лав и О'Джи Буддой, который развернулся преимущественно в Телеграме. Бывшие друзья, а это конечно делает такой конфликт еще интереснее, начали публично отвечать друг другу подколами после того, как Сода отписался от Будды и Майота в социальных сетях. В ход пошли отсылки на Дрейка, Гриффита, критика стиля одежды и названий предыдущих проектов. В этом видео разберемся, насколько этот конфликт по-настоящему серьезен и не является ли он постановкой. Скажем пару слов и про другие интересные инфоповоды. Например, про новый троллинг иностранного агента Оксимирона от другого иноагента Моргенштерна. Тот, кажется, не обошел стороной новость о скором дропе нового Эпимирона. Скажем и про другие интересные новости. Что ж, приступим. Но перед тем, как мы начнем, хочется посоветовать вам крутую вещь. Hustle.rf – это магазин крутых кроссовок и одежды по самым вкусным ценам. В ассортименте более 3000 моделей кроссовок и все в наличии. На сайте только реальные отзывы покупателей магазина, которые можно проверить. Удобное оформление заказа и отзывчивая поддержка профессионально помогут подобрать правильный размер. И самое главное, у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Также только для наших подписчиков действует промокод BPM, дающий скидку аж 40%. Заходи на проверенный магазин и убедись сам. Ссылка будет в описании под видео. Ну а мы начинаем. Поехали! Сода Лав и Оуджи Будда пишут друг про друга в телеграмме посты с насмешками. Публичная часть конфликта началась с того, что Сода Лав отписался от Оуджи Будда и Майота в социальных сетях. Будда написал «Мои пацаны не ходят в спа. Мы паримся в русской баньке». Вышедший в ноябре 23-го года альбом Сода Лав назывался как раз таки спа. Сода ответил так. Цитата. «Бро все еще хочет стать Дрейком». И в следующем посте выложил фрагмент песни 2517 «Будь белым». В выбранном фрагменте есть строчки. Цитаты. «Ты забыл, кто твой брат. Думаешь, что твой брат теперь похож на шоколад. Или намажься гуталином, чтобы проканать за своего. Или же желая успеха, зефир в шоколаде. И припев, ты не станешь чернокожим, даже если на пляже. Проваляешься все лето. Будь белым. Цени это». Альбом Оуджи Будды «Скучаю на работу», вышедший в 23-м году, очень много перенял у творчества Дрейка. Да и самый главный хит оттуда имеет название «Шесть утра в Будапеште». Такое название отсылает нас к традиции Дриззи называть треки точным временем и местом, где они были записаны. Выбор трека «Будь белым» в качестве послания для Будды интересен по ряду причин. Он проводит параллель с этим бифом и бифом Дрейка и Кендрика Ламара. Дело еще в том, что в «Дисе Ламара» «Not Like Us» одним из основных смысловых моментов был тот, что Дрейк не принадлежит к черной американской культуре, а только эксплуатирует ее. И что сам он недостаточно черный. То же самое, кстати, говорят о Дрейке в своих диссах «Пуша Ти» и «Рикросс». Ну а второй момент. Трек «Будь белым», написанный с посылом «Не надо подражать американскому рэпу, надо делать свое». Впоследствии был включен федеральный список экстремистских материалов по решению Эжвинского районного суда города Сыктывкара от 30 октября 2012 года. Соответственно, размещать его фрагменты в своем аккаунте соцсетей – это не очень хорошая идея. Чел все еще хочет стать Гриффитом. Лол, написал Олджи Будда в ответ, упомянув главного антагониста из Берсерка, а затем выложил эмодзи с очками и усами, высмеивая усы Соды. «А погодь, тебе че в натуре 30?» – написал ему Сода Лав. Самому Соде еще не 30. Хотя, судя по признанию, в последнем интервью он уже успел жениться и сделал это не публично. Позже Сода выложил рекламу сайта по продаже фейковых вещей Бэй. Этот бренд часто носит Олджи Будда. Какой тут посыл – не вполне ясно. Олджи Будда же выложил фрагмент аудио из директа, где девушка рассказывает, что показала Дрейку видео Будды. Дрейк якобы его заценил, поржал и пообещал подписаться на Будду. Пускай он порадуется. А дальше аудио обрезано. Гриш, я тут Дрейку показывала вот этот видос, который ты мне прислал. Он заценил. Поржал, сказал. Спросил, как ты выглядишь, а я ему твою фотку показывала. Он даже такой говорит, ну давай подпишусь на твоего братана, пускай он порадуется. Я говорю, че, реально? Он такой, ну да, это же твой братан. Я такая, типа, ну да. Но потом… Дальше Будда пошутил, что если бы ему не было 30, он понравился бы Дрейку еще больше. Отсылка на диски Андре Каламара. Ведь последний обвинял Дризи в том, что он частенько заводит отношения с несовершеннолетними девушками. Дальше Сода написал. Пух вообще, я спать. А Будда сладких, я попишусь еще. Уже глубоко ночью Будда репостнул их совместный Сода Лав клип G-Shock, который выложил Лав Дабл Сикс. Уже сегодня днем Сода Лав запустил в своем телеграмме панчлайн из трека Будды бонус трек, пожелав удачи тем, кто сдает ЕГЭ. На этом переписка остановилась. Про Оуджу Будду лет 5 назад говорили, что он объединяет рэперов своего поколения в один движ. В 2019 году он так объяснял это в интервью. Цитата. «Мы все дружим, не хочу брать на себя большую долю, но многих ребят я перезнакомил, настаивал, чтобы они поработали. Потому что рэпу свойственно вот это, только мы, а остальные отстой. Мы наоборот, поддерживаем друг друга и ловим с этого прикол. Вместе делаем бабки, вместе мы сила». С тех пор многое изменилось. К примеру, у Будды возник конфликт с обладает, который длится уже несколько лет. На днях Сода Лав в интервью студия 21 назвал свой ранний трэп грязной музыкой с депрессивным посылом. Он сказал, что теперь почувствовал ответственность за свою музыку и теперь хочет это уравновесить. Поэтому он написал альбом, который максимально противоположен прошлому творчеству. Иностранный агент Моргенштерн, кажется, снова троллит своего давнего оппонента, Оксимирона. В своем телеграм-канале Алишер выложил пост с фотографией, видимо своей визы. Но интересно, что на ней не отмечена национальность трэпера. Тут можно провести параллель, ведь ранее Оксимирон сделал обложку из своего грядущего EP скрин объявления в русском ВД России своей личности, где также не указана национальность. Более того, Яновидж даже назвал свой будущий проект «Национальности нет». Ранее Моргенштерн отмечал, что на дистанции его диск на Оксе превзошел ответный от Мирона. Так что будем ждать развития событий. Пока мы ждем EP от Мирона, другие артисты, конечно, не спят. Они продолжают дропать новую музыку, чему мы часто посвящаем не только посты, но и анонсы. Если ты артист и хочешь, чтобы о скором выходе твоего трека, альбома или другого релиза узнало как можно больше людей, специально для тебя мы создали закрытый BPM-клуб. Вступив в него, артист получает бесплатное попадание со своими релизами в еженедельные пятничные подборки, серьезные скидки на рекламу, эксклюзивные предложения, а также доступ к уникальным гайдам по работе с рэп-СМИ, дистрибьюторами и прочим секретом индустрии. Подписка на BPM-клуб недорогая, но все же платная. Тысяча рублей в месяц. Ссылку на пост со всей информацией мы оставили в описании ролика. Переходите и подписывайтесь, а мы перейдем к последней новости. 25 мая в аэропорту Амстердама Ники Минаж задержали по подозрению в перевозке запрещенных веществ. Ее отвезли в отделение, где она провела около шести часов. Выписали штраф в размере 350 евро и отпустили. Артистка успела выйти в прямой эфир и показать разговор с полицией в момент задержания. Ее просят сесть в полицейский фургон. «Я не перевожу вещества», — говорит Минаж на видео. Позже она написала, что сотрудники аэропорта без ее согласия взяли у нее сумку. Она добавила, что в Амстердаме некоторые вещества легальны. Это, однако, касается рекреационного употребления. Вывоз строго запрещен. Минаж летела в Манчестер, где у нее должен был состояться следующий концерт в рамках тура Pink Friday 2. Выступление перенесли. Артистка не успела вовремя прибыть в Великобританию. А на сегодня у нас все. Какая новость впечатлила вас больше всего? Пишите свое мнение в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!